вот девочки фарш вот он цена 239 дальние дали фарш из свинины вот такой вот магните миша бабушки моют кухню а я сижу отдыхаю так девчонки чернослив значит я переделываю вот сюда в тарелочку сейчас сметанку вот купила 20 процентов сахаром размешаю залью слой еще выложу в общем покажу сейчас так песочку положила не так много сметаны размешаю спасибо девчонки кто мне подсказал ну я примерно так и думала так сейчас значить вкусно вот так зачем и сейчас сметанкой покроем вот так вот конечно что тут сметана то чем больше тем вкуснее правда же так сейчас буду выкладывать второй слой сейчас добавлю тут в общем вот так переделываю вот два рядочка хватит сейчас вот так все и шоколадом тертым вся сметана ушла девчонки и вот шоколадом сейчас и холодильник доброе утро всем дорогие мои друзья я хочу сделать этот закусочный тортик это у меня коржи и вот думаю или вот так пополам сделать или весь пока думаю желатин нам надо 15 грамм я сейчас его замочу вот потому что этому тортику надо как бы с вечера делать можно ну чтоб до вечера до вечера он расстоял здесь 20 грамм желатина не знаю смотрим немножко оставлю на глаз в принципе можно весь в общем желатин приготовила так сейчас я подготовлю для крема рыбку порежу на кусочки там посмотрю где косточки чтобы это убрать сейчас достану потом мне надо будет ну работы сегодня действительно у всех много так ну в общем что буду показывать что буду делать что смогу то буду показывать так девчонки я значит вот желатин замочила рыбку достала и думаю надо мне замариновать моя голень крылышки все перемыла вот в этой кастрюле большой сделаем соль паприка перец черный молотый сухой чеснок паприка соль сейчас туда все высыплю добавлю соевый соус у меня много я все вот высыплю и майонеза добавлю вот так вот все потому что и уберу до вечера пусть все маринуется вот у меня здесь три упаковки останется на следующий день оно холодное тоже хорошо все скушается так сейчас я соевый соус достану мариную куриные крылышки и голень посмотрим я добавила сюда соевый соус тут три упаковки у меня паприка чайная ложка чеснок сухой чайная ложка соль перец черный молотый пол чайной ложки горчицу выдавила остатки соевый соус и майонез все сейчас я это все руками и уберу пусть маринуется до вечера так рыбку порезала укроп порезала сейчас буду взбивать сливки 33 процента и 2 творожного сыра здесь у нас по 140 грамм и щепоточку соли добавим а потом размешаем уже с рыбкой с укропом и будем намазывать коржики наше так все и когда сливки то собьем девчонки забыла растапливаем желатин сюда сначала вот а потом уже рыбку с укропом и соль не забыть надо поставить эту я отсюда немного брала сливок ну ничего страшного я думала я думаю что хватит надо ее использовать у меня там еще есть но надо использовать вот я думаю что будет очень вкусно в общем сейчас откроем покажу девочки что у нас получится в общем где смотрите уже какая густая масса я вот соли посолила сейчас еще позбиваю так надо мне процедить 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 я вот сюда процеду сейчас я вот не хочу много делать я даже вообще думаю может просто помазать без этого короче буду вливать тонкой струечкой я уже желатин взбила все так сейчас так сейчас так сейчас наш наша красная рыбка и укроп здесь хорошо размешаю и уберу на минут десять в холодильник пока в холодильнике пока в холодильнике будут стоять я сейчас наши коржи распечатаю ой вот глупая блин ну ладно мне надо было сверху то оставить помазать но этим и помажу все я убираю его в холодильник на минут десять вот открываем наши коржи ну и все сейчас девчонки покажу как это самое его намазывать на этом буду заканчивать а уже все остальное все остальное конечно видео может быть и выйдет а может завтра выйдет вот они посмотрим на сколько хватит крема вот вот такие коржи на эту положу потом мало ли досочка нужна будет я это подняла и убрала ой девочки вот такой у меня торт получился вот так я его украсила сметанный крем вот видно вот такой вот тяжелый не уронить бы пенек еще не украшивала потом успею в общем вот складываем так вот он уже видно такой стал вязкий вот так вот видно девчонки сверху то я не оставила просто чистого без рыбки то вот сейчас я его промазываю промазываю и в холодильник и в холодильник я думаю что очень будет вкусно я попробовала сам вот этот крем вообще замечательный а коржи кто если купил девочки знаете прямо осторожненько надо они до того они до того хрупкие воздушные прям вообще прям вообще так в общем я промазываю а то видео получится длинное предлинное девочки я думаю снимаю а че телефон то у меня опять отключается вот такой вот у меня тортик получился если буду взбивать мне еще надо будут сливки я буду взбивать там правда у меня с сахаром в общем посмотрю может потом сахар добавлю как то вот так обмажу нет так пусть будет так что нибудь может придумаю может этим сливочным чтоб украсить то немножечко в общем посмотрим так что хочу еще сказать да насчет трансляции мне пишут что ждем ну девчонки я еще даже не пробовала чуть конечно попозже все это и в какое желательно время это сделать вот я не знаю все живут по разному время вот мне конечно это сделать лучше ночью чтоб мне тут не ходили домашние не мешали как то так в общем пишите вот и что хочу еще сказать ну и все сейчас я это видео загружу я вам самое такое главное показала что хотела вот этот слоеный тортик пенек чернослив ну и дальше буду показывать ну салаты что там показывать какие буду закусочки делать конечно покажу я сейчас сварю супчика на обед маленькую кастрюльку вот и начну наверное селедку под шубой делать на этом видео мы заканчиваем вот ну там вот другое видео так что девочки я вас всех обожаю всем приятных хлопоты вот с наступающим всего всего хорошего больше улыбайтесь не огорчайтесь вот а мы да сегодня будем как пчелки ну а мне потом девчонки придут помогут я такое делаю я в принципе нисколько как бы не перетруждаюсь все делаю постепенно так что я это люблю делать так что вам всем тоже приятных хлопот потом что мне писали тут я значит а что 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 мне писали типа что то придут на готово уйдут нет у меня они приходят помогают потом мы бутерброды вот эти закусочки салаты если там вот салатик я буду муравейник вообще перед подачей все они мне помогают и когда уходят мы сидим в комнате раздвижной стол у нас когда они собираются домой естественно всю посуду мне перемывают все помогают убрать запихать как говорится вот все помогают и мы потом выходим фейерверки еще бабахаем вот и что еще вот только что хотела сказать так что все нормально я я даже хочу сказать что меня любят любят меня дочери и жалеют все время но у них тоже семьи вы сами понимаете дети я вот как помню себя молодой у меня времени вообще не хватало вот честно слово помню прибегу с работы но раньше еще даже в 90 я помню я работала в садике когда девчушки совсем маленькие были это я пошла в садик работать чтобы дали садик вот место в садике чтобы было с садика прибегу вот здесь вот тоже в пятом выходишь раньше надо было машину ждать мусор это сейчас пошел выкинул стоишь ждешь этот мусор мусор выкинешь вот муж что-то там по дому говорю там помоги мне это это сделать сама бегу с детьми в магазин очередь в обед заняли за колбасой на каждого человека давали что-то по моему по 400 грамм и сейчас тоже у молодых ну не хватает времени а так все они помогают помогают все по возможности вот я вот вообще вот смотрю некоторые меня тут с Мишей вот пихнула туда-сюда а знаете сколько я семей знаю что вообще не отдыхают трое детей там по трое значит вот например я имею ввиду у женщины трое детей все они вышли в замуж все родили по три человека и это получается девять внуков и все к ней все выходные из садика это я знаю такую женщину из садика она их забирает кого на карате кого туда варит вот это да вот это я представляю это а у меня что он парень тоже моет помогает просто не больно любят сниматься я уже говорю давай я тебя сниму ну сними вот так что в общем девочки всем всего доброго хорошего я вас уже десять раз поздравляла скажите заколебала да вот ну кто-то может не прочитал я и в комментариях писала поздравления с наступающим так что мы еще с вами увидимся вот ну я постараюсь ну нет значит новом году увидимся я уже покажу что у меня какие блюда получились свой стол покажу может что-то с нового года покажу потому что ну сами понимаете да вам и самим наверное смотреть некогда так что вот в общем это видео я заканчиваю всем пока так что